Я вас всех рада приветствовать на своем канале Астролог Света. Это прогноз для знака Зодиака Скорпион на апрель 24 года. Вообще, прежде чем перейти к основному прогнозу, хочу сказать так, что апрель будет очень событийным месяцем. Очень много ситуаций будет каких-то завершаться, очень много ситуаций каких-то будет начинаться. Весь месяц ретроградит Меркурий, но вы уже взросленькие, вы знаете, что ретроградный Меркурий, он каких-то больших проблем не несет. Причем это та проблема, которая лайтовее всего ведет себя при ретроградном движении. И ретроградность Меркурия, она просто говорит о том, что дела по Меркурию не начинай новые, не начинай нового обучения, покупки техники, починки, но возвращайся к старым проектам по этой теме и переделывай их. И погнали по всем событиям по очереди. И 1 апреля Меркурий начинает ретроградить в вашем 6 доме в Овне. Пробудет там в ретроградном движении до 26 апреля. И здесь я вам могу порекомендовать первое. Если, например, у вас остались какие-то недолеченные болячки, причем если они связаны как-то с воспалительными процессами, то я вам рекомендую здесь вернуться к этому и долечить их. Вообще все, что связано с бытовыми делами, с бытовыми вопросами, с решением бытовых вопросов, вот на бытовом уровне, что вы не доделали. Может быть, как у меня, не повесили кондиционер, например. Или, например, у вас дома что-то валяется, или на работе, что-то не на своих местах. Шестой дом – это наши бытовые вопросы. И ретроградность – это доделай бытовые вопросы, которые у тебя остались недоделанными. Может быть, шкафы разобрать. Может быть, на работе порядок какой-то навести. То есть вернитесь к каким-то старым незавершенным вопросам. Также это может быть связано с работой. Может быть, на работе вам придется что-то переделывать, что вы делали уже раньше. Или переделать документы, или переделать, ну вот что-то переделать на работе. И также шестой дом, он у нас отвечает за домашних животных. И здесь может быть, что, может быть, вы хотели купить кошечку-собачку, или кого-то из домашних животных, и вы, наконец-таки, это сделаете. Причем, я не рекомендую на протяжении всего месяца начинать какие-то новые проекты, или начинать новую работу. То есть возвращаться к старым проектам, доделывать старые проекты, дорабатывать. Классно, супер. Начинать новые проекты. Проблематично вы их можете начать. Ретроградный Меркурий особо этому сопротивляться не будет, но потом придется в этой сфере все равно что-то переделывать. Ретроградная планета, когда мы что-то начинаем делать, потом мы по ней что-то переделываем. 3 апреля Венера и Нептун сделают соединение в вашем пятом доме. Вообще супер соединение. Вы его будете очень хорошо слышать с 1 по 5 апреля в этот период. И это такой аспект влюбленности, романтики, скорпиончики. У многих у вас в этот период будут прям очень сильные влюбленности. Причем, с одной стороны, это реально, это могут быть романтичные отношения. Вы можете встретить человека, сильно влюбиться. И вообще это классное время для свиданий, для того, чтобы проводить приятное время. Но также пятый дом, он у нас отвечает за проекты. Это классный период для творческих проектов, для творческого, для чего-то творческого, для выступления, показывать себя, заявлять о себе. И также пятый дом, он про деток. Здесь, может быть, знаете как, то, что с детьми в этот период будет очень классно проводить время. 5 апреля Венера переходит в шестой дом, пробудет там до 29 апреля. И Венера, на самом деле, это та планета, которая все облагораживает. И то, куда она попадает, там становится как-то легко и понятно. И шестой дом, это все, что связано с работой, с каждодневными делами, с заболеваниями, здоровьем, с животными. И в этих сферах становится как-то полегче. Венера здесь помогает. И там, где не получалось, например, что-то начинает получаться. И, кстати, шестой дом, он у нас также отвечает за долги. Возможно, что когда Венера попадет в ваш шестой дом, вы отдадите какие-то долговые обязательства. Не обязательно финансовые, может быть, это и моральные обязательства. 8 апреля, самое важное событие месяца, это солнечное затмение в вашем шестом доме. Солнечное затмение, это всегда про начало. Шестой дом, он говорит о том, что это может быть начало работы, начало какого-то проекта. Причем так, как в это время ретроградит Меркурий, то, скорее всего, это начало проекта, о котором вы уже раньше думали. И точнее, это даже, знаете как, это не проект, это именно работа. Или вас в новое направление куда-то отправили работать. Или это вообще какая-то новая работа. Или новое направление в бизнесе. То есть здесь, как знаете, может прийти озарение чего-то нового, а как в работе я могу по-другому. Но, скорее всего, здесь будут использованы какие-то старые механизмы, старые инструменты или старые идеи, которые у вас уже были. Потому что Меркурий ретроградный, то есть мы возвращаемся к каким-то старым идеям. И могу сказать, что это самое главное событие месяца. И плоды этого события вы увидите не сразу, через 3-6 месяцев вы уже поймете, какое же семя вы посеяли в этот период. Но так как у вас это про работу, про домашних животных, про ваши каждодневные дела, я вам рекомендую 8 апреля прямо в этих сферах написать план, а что я по этим сферам хочу, какой результат я хочу получить. Потому что 8 апреля это то время, когда мы сеем семя. Еще ничего не происходит, но мы начинаем об этом думать, размышлять, делать какую-то закладку. Может быть, куда-то звонить, что-то узнавать. То есть это как закладка фундамента идет. 10 апреля Марс и Сатурн делают соединение в вашем пятом доме. Вы знаете, вот это соединение мне не особо нравится. Оно будет чувствоваться где-то с 8 по 12 апреля. И вообще само по себе это соединение, оно очень травматичное. То есть на этом соединении, на нем можно реально поломать руку-ногу. Ну вот что-то, это прям про травмы физические соединения. Пятый дом, он у нас отвечает за развлечения, за то, где я получаю удовольствие. И, соответственно, с 8 по 12 апреля, если вы где-то будете там тусоваться, отдыхать, где-то получать удовольствие, наслаждение, будьте осторожны, потому что я бы в это время не рекомендовала бы там, например, на доске, на море ездить. Причем я бы не рекомендовала еще делать все то, что связано с морем, потому что, и с водой, да, потому что это соединение находится в рыбках. И вот, например, заниматься каким-то активным видом спорта, где можно ушиб получить, я бы не стала бы в эти дни и все переложила бы. 21 апреля Юпитер и Уран делают соединение в вашем седьмом доме. Бомба, супер соединение. Причем вы его будете слышать всю вторую половину апреля. Вообще изначально на психологическом уровне это соединение про то, что может прийти как инсайт какой-то, щелчок. Вот все, в один момент я что-то поняла как-то по-новому. И я рекомендую в этот момент все записывать, потому что какие-то мысли могут быть прям безумными. Но Уран, он и есть безумец, но мы сейчас живем в очень ураническое время. И именно все самые безумные идеи в дальнейшем вы их сможете воплотить и собрать с них хорошие плоды. Поэтому все те безумные идеи, которые к вам приходят, записывайте. Тем более у вас это в седьмом доме. Если это эти идеи связаны с партнерством, с заключением договоров, с выступлением на публику. Тем более для вас это очень классное озарение, с которых вы потом можете собрать плоды. 24 апреля. Полнолуние в вашем первом доме. Полнолуние это всегда завершение. Для вас это будет какое-то сильное полнолуние, потому что первый дом он про вас. И здесь может завершиться какая-то ситуация, первая связанная лично с вами. Причем первый дом на самом деле это про все. И поэтому здесь может завершиться какая-то ситуация именно про вас. Но так как она идет в квадрате на Плутон в четвертый дом, то здесь может быть завершение, знаете, как переезд может быть. Или наконец-таки я приехала, куда хотела приехать. Но вы знаете, так как квадрат на Плутон, он такой тяжеловатый. То есть я здесь чувствую, что это полнолуние, оно, да, я прихожу к завершению, но прихожу через стресс. То есть я там испытал какие-то очень или тяжелые эмоции, или очень психологически для меня, например, это было сложно. Также, знаете как, это может быть завершение какого-то этапа в отношениях, или вообще завершение отношений. И опять-таки же, когда я здесь говорю про завершение, скорее всего, оно, знаете, как проходит через какую-то, ну вот, внутреннюю боль все равно. Потому что квадрат на Плутон, это, как правило, такие тяжелые моменты. 26 апреля. Меркурий, наконец-таки, перестает ретроградить в вашем шестом доме. И с 26 апреля у вас намного проще пойдут все дела с работой, с подчиненными, там, например, взять кого-то на работу, например, новых людей. Вообще, с этого момента как будто бы все распутывается, все, что связано с работой и с моими долговыми обязательствами. 29 апреля. Венера переходит в седьмой дом, классный показатель. Пробудет там весь апрель, ну вот конец апреля, и еще часть мая. И причем могу сказать, Венера, куда она попадает, она облагораживает, как я сказала, эту сферу. И с 29 апреля вам намного проще будет договориться с партнерами, подписать какой-то контракт, который для вас очень нужен. Вообще, тема партнерства, она здесь становится такой более благоприятной. И если, например, у вас там были какие-то проблемы с партнером, недоговоренности, какие-то сложности, то с 29 апреля эта сфера, она становится такой более легкой, легче намного договориться. И это был прогноз для знака зодиака Скорпион. Скорпион для вас очень событийный месяц. Я вам желаю самым наилучшим образом использовать энергию апреля. Обязательно подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света. Под этим видео есть ссылочка. И будьте всегда в курсе всех астрологических событий.